Субтитры подогнал «Симон» 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 Сейчас мы находимся возле склада шехты Отделения шехтоподготовки 1-го и 6-го плавильных цехов По сути, все сырье, как только поступает на завод, оно приходит сюда Таких складов их несколько, он не один. Здесь происходит выгрузка сырья из вагонов, их складирование в приямках покомпонентно для дальнейшей подготовки и подачи на дозировочное отделение цехов. Ну, собственно, что такое шехта? Это как раз тот материал, из которого мы впоследствии получаем свою готовую продукцию. То есть то, что мы будем переплавлять в наших печах. Как я уже сказал, поступает все сырье именно в вагонах, поэтому ключевая задача на этом участке в первую очередь обеспечить выгрузку этих самых вагонов. Подготовку того, что из вагонов выгружено, то есть наших шехтовых материалов или сырья. И третье, это подача их на дозировочное отделение. Если вы будете печь хлеб, то без муки вам не обойтись. Также и здесь хромовая руда, вот она за моей спиной находится. Это основа основ. Обратите внимание, находится она в специальном приямке. Это как у вас дома, все вещи лежат по полочкам. Также и здесь, обратите внимание, здесь очень много вот таких вот полочек приямков, где и, собственно, хранится сырье. Александр, ну судя по тому, что я здесь могу наблюдать вот такой вот большой конвейер, это очень важное место на всем предприятии. Да, на самом деле это так. Мы сейчас находимся на автостеле. Это второй участок в нашей технологической цепочке после отделения шехтоподготовки. Именно сюда попадает подготовленное сырье, подготовленная шехта. Этот конвейер служит для распределения поданной шехты по бункерам-накопителям, после которых происходит формирование калоши-шехтовых материалов, формирование рецепта для выплавки наших феросплавов. А сырье здесь уже смешивается или еще пока нет на этом этапе? На текущем этапе сырье подается еще отдельно, то есть покомпонентно. Под каждый вид сырья, под каждый тип сырья предназначен отдельный бункер. Сейчас мы с вами находимся на дозировочном отделении. Это следующий этап после автостеллы. Как раз таки с того большого конвейера все материалы распределяются вот по этим бункерам. Здесь происходит дозирование компонентов и подача их по наклонному конвейеру уже непосредственно на цех. Диванные эксперты-комментаторы, конечно, сейчас нам напишут, а что здесь так мало света, так темно, я не знаю, пылинка где-то здесь есть. Друзья, это большой промышленный гигант и работа здесь ведется 24 на 7, правильно? Совершенно верно. Здесь ежесменно, ежечасно сотни килограмм, а то и тонн шехтовых материалов обрабатываются, подаются, пересыпаются, поэтому удивляться здесь пыли, наверное, неправильно. Согласен полностью. Да, что сейчас нас ждет наших зрителей. Александр, вот судя по этой аутентичной надписи, исторической, я вижу, да, плавильный цех номер 2, 1968 год. Я понимаю, что это место невероятно важно и особенное для предприятия. Да, 18 января 1968 года, именно здесь, в плавильном цехе номер 2, на печи 21, была произведена первая плавка в истории Аксусского завода, и именно эта дата считается днем рождения Аксусского завода Феросплава. Празднуете, честно скажу? Конечно. Дома с семьей или масштабно предприятием тоже? В рамках предприятия празднуется достаточно масштабно. Не так масштабно, как День Металлурга, конечно же. Но празднуется. Я так понимаю, там работают парни мощные, особенные, да, такие прям, которых вот сейчас на улице у нас плюс 31, там я уже понимаю, уже вижу так, там, наверное, все еще плюс 20 накидываем, да? Да. То есть плюс 31, ты оттуда сюда выходишь освежиться. Ну что, погнали тогда? И вот эти слитки, когда они остынут, ребята, сотрудники предприятия будут вручную доставать. Я просто преклоняюсь перед их работой, перед их трудом тяжелейшим, своими руками они это все делают. Ребята, которые, все сотрудники здесь работают, это большущие гиганты, просто гиганты настоящие. Их труд, блин, у меня реально нет слов, он бесценен. Все, что они здесь делают, у меня даже в голове это не укладывается. Какие они трудяги. Александр, ну первая мысль, когда мы зашли в цех, это, конечно же, у меня лично, это какие гиганты здесь работают, парни, да, какие они трудяги, у них действительно великий труд. Вторая мысль, я сразу вспомнил, Фильм Терминатор, вот этот вот знаменитый момент. Ну и третья, как мне сказали, это та самая легендарная 21-я печь, с которой, собственно, и началась жизнь всего предприятия. Действительно ли это так? Да, совершенно верно. За вашей спиной печь 21, сейчас мы находимся в пультовом помещении печи 21. Если печь 21, да, это сердце завода, то пульт, это сердце печи, именно отсюда происходит управление всем технологическим процессом. Для меня, для обывателя, расскажите, вот я смотрю, печь так красиво горит, как бы все необычно так, жарко. А какой функционал она несет, что в ней происходит, какие элементы там соединяются, что вообще происходит? Да, вот мы и подобрались к самому главному вопросу. Печь 21, водовосстановительная печь мощностью 21 мегаватт, внутри которой непосредственно и происходит вся магия, вся магия ферросплавного производства. Из хромовой руды при помощи углеродистого восстановителя, это угли, коксы, мы извлекаем хром и, собственно, получаем высокоуглеродистый феррохром. А какая средняя температура вот всего процесса в печи, мне интересно? Да, ну, если говорить о температуре непосредственно в зоне реакции, то есть в том месте, где происходит восстановление оксида хрома, то температура процесса составляет 1600-1800 градусов по Цельсию, то есть достаточно много. Мощно, да. Александр Игоревич, вот в этом месте я чувствую какую-то особую ауру, я думаю, неспроста. Вот почему, объясните. Да, сейчас мы находимся на комплексе сухих газоочисток плавильного цеха номер 4. За нашей спиной проект, паспорт объекта модернизации этих самых газоочисток. На самом деле газоочисткам и в целом экологии на заводе уделяется большое внимание. Как я уже сказал, на текущий момент идет модернизация сухих газоочисток плавильного цеха номер 4, то есть печей 41-46. И на самом деле, как вы отметили, именно благодаря этой модернизации атмосфера и воздух здесь стал намного чище. А вот байка есть такая у людей, я не раз слышал, говорят, но наступает ночь и якобы там что-то две кнопочки зажимаются и все прекращают работать, все фильтры, все остальное. Но я, конечно, понимаю, что в наших реалиях это невозможно, потому что за вами же тоже следят и государственные органы, и экологические разные предприятия. Но все-таки вот эту байку немного развеять. Конечно, да. На самом деле, вы правильно сказали, это не более чем байка, это миф. На текущий момент работа сухих газоочисток, мокрых газоочисток в связи с печными агрегатами устроена таким образом, что при отключении газоочистки отключается и сама печь. А, автоматически уже все, да? Конечно. То есть, если ночью и отключат газоочистку, то печь, которую она обслуживает, отключится вместе с ней. А я так еще понимаю, везде установлены специальные датчики, которые вот перехватывают уровень выбросов, да? И это все поступает вот в специальные органы, так ли это на самом деле? В последние годы проведена большая работа. Большинство источников выбросов оснащено датчиками мониторинга этих самых выбросов. И данные с этих датчиков, с этих источников напрямую поступают в государственные органы. То есть, обмануть здесь не получится. Артем, хочу рассказать вам о месте, где мы находимся. Это склад готовой продукции плавильного цеха номер 4. Это ферросилиций марки ФС-75, фракции 10-50. Здесь мы можем увидеть множество разных фракций, 0-12. То есть, это как раз-таки тот материал и тот этап перед погрузкой в морские контейнера, перед погрузкой в полувагоны, перед погрузкой в мягкую тару, о котором я говорил ранее. Из цеха все поступает сюда, да? Из цеха все поступает сюда. Цех своими силами все передрабливает, дорабатывает до нужной фракции. Повторюсь, часть материала отгружается непосредственно здесь, в полувагоны. Часть материала, это в основном ферросиликохром, высокоуглеродистый феррохром. Они отправляются на УПМК, на участок погрузки морских контейнеров. И отгружаются уже непосредственно там. Опять-таки, масштабный цех, масштабная работа, да, и большой труд людей. Сейчас мы с вами находимся на участке погрузки морских контейнеров. Это, по сути, финальная точка, да, в нашей логистической цепочке, цепочке завода. Именно отсюда готовая продукция отправляется по всему миру потребителю. А протяженность какая? Я слышал, что у вас одна из самых протяженных, да, вот эта логистическая цепь здесь. Да, протяженность железных дорог внутри завода порядка 70 километров. Ничего себе, 70 километров, вот это да. Ну, я как понимаю, это основная именно, да, именно железнодорожно-транспортным путем. И поступают грузы, и отправляются отсюда. Да, ключевые логистические операции именно внутри завода – это железнодорожный транспорт. Ну, как вы видите, как я уже сказал, готовая продукция – это железнодорожные платформы. Помимо этого, в полувагонах, в вагонах поступает сырье. Частично и отгрузка готовой продукции также происходит, по большей степени, это страны СНГ, именно железнодорожными вагонами. Ну, и, соответственно, внутризаводская логистика с точки зрения обеспечения каких-то производственных нужд – это технологическая тара, а также железнодорожный транспорт. Ну, это просто масштаб потрясает, действительно. Вы только посмотрите, сколько здесь контейнеров, да, сколько здесь железнодорожного транспорта. Просто с ума сойти. Ну, и, собственно, мы являемся свидетелями непосредственно процесса погрузки ферросплавов в морские контейнера. В частности, этот контейнер у нас по направлению на восток, на Японию, происходит погрузка, загрузка контейнера высокоуглеродистым феррохромом в фракции 5.15. Данный материал будет направлен в Японию, где на сталеплавильных заводах Японии при его добавлении в сталь будет получена нержавеющая сталь. Чувствую себя, как скруч Макдак в том самом мультике «Утиные истории». Помните, только он прыгал в свои несметные богатства. А я вот сейчас нырну в наш дорогой феррохром. Вот так он выглядит. Красота. Но нырять я, конечно, туда не буду. Пусть японцам больше достанется. Ну что, рабочий день подошел к концу. И что хочется отметить, это то, что здесь, на этом предприятии, да как, собственно, и на всех предприятиях компании ERG, трудятся настоящие, не знаю, гиганты, настоящие трудяги, настоящие профессионалы и мастера. И вот этими руками они делают большое дело. Я увидел этот весь сложнейший процесс этих титанических людей, еще раз повторюсь. Потому что люди, это главное богатство, их труд, то, что они здесь делают, это просто все не укладывается даже в голове. Поэтому большущее им уважение, большущий респект за то, что они делают. И я действительно проникся, это все увидел, потрогал, пощупал, посмотрел. А вместе со мной и вы тоже. И поэтому увидимся в ближайших выпусках. Не прощаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова